нарушений из таких вот явных что я заметил это то что присутствует агитация и реклама в социальных сетях и в интернете причем это как контекстная реклама вот то есть проплаченная и почему-то ее не заблокировали не убрали да или там провайдеры например или администрация социальных сетей если это возможно технически вот и присутствует прямая агитация когда фотографируют бюллетени с галочками за какого-то там условного кандидата а например да и призывает за него голосовать ну вот это конечно грубое нарушение но тут возникает вопрос может ли полиция начинать криминальные дела да потому что у нас нет скажем так законодательстве такой четкой регламентации активности граждан в социальных сетях в интернете то есть наше законодательство устарела его надо модернизировать в этом в этом плане вот идем дальше то что вот сообщали вот броварах киевской области это вот прямо под киевом там оказывается номер бюллетени которые на корешке так называемом да за который расписывается человек до который голосует и сам номер на самом бюллетени где уже именно идет волеизъявление они совпадают возможно есть мнение это делается делалось для контроля так называемых сеток которые некоторые кандидаты или отдельные партии практиковали может быть каком-то маленьком объеме эти сетки да но все-таки они практикуются сейчас плюс такое ну это уже не новшество это была технология еще 2004 года так называемая карусели то есть планомерный подвоз а избирателей к участкам вот когда например нанимаются автобусы и на них о ну такой тур организовывается там по пяти шести участкам вот для голосования вот такое тоже наблюдается но пока сказать сложно это или такая одна тенденция да вот каком-то взятом регионе или о тг или это целом по украине и тоже компетентные органы должны дать этому оценку должны быть названы партии или кандидаты кто организовывает такие карусели да такие поездки то есть но на сегодня вот пока что такие нарушения из нового я думаю что будет очень много неправильно заполненных бюллетеней потому что люди впервые с такой сталкивается системой голосования как открытые списки и конечно будет очень много непонятного для людей как заполнять эти бюллетени какие там цифры писать где их писать и так далее а